Человек наверняка слышал, очень часто в информационном пространстве есть такое сравнение, что Бог это океан, а человек частичка или капелька. Я категорически не согласна. В этом и есть опасность иллюзии, опасность информационного заблуждения. Как только человек ассоциирует себя с капелькой, ассоциирует себя с какой-то маленькой частью, он себя дробит, он попадает в дискретность. Самое главное, он попадает в отделенность от целого. Это грубейшая ошибка. Что бы я хотела предложить? Океан и волна. Волна ненадолго приподнимается и у нее возникает иллюзия, что она потеряла океан, что она отдалилась от океана. Но на самом деле это всего лишь иллюзия. Но смотрите, как происходит странно. Как только человек ассоциирует себя, допустим, с этой формой волны, ему кажется, что океан где-то потерян, где-то невидим, где-то далеко. И происходит абсурд. Волна начинает спрашивать другую волну, как найти океан. И чем больше она спрашивает, тем больше она удалена, тем больше она закрепляет эту удаленность и отделенность. И в этом вся причина страдания. Человек никогда не отделен от Бога, не отделен от Абсолюта, не отделен от сознания бытия. Он есть неделимое, целое, совершенное. Но внутри него есть та координата, которая скрывает это совершенство. Контакт с этим совершенством, контакт с сутью сознания бытия. И цель человека в данном бытии, в данном проявлении, в данной форме – обнаружить суть сознания бытия. Обнаружить то, что не является сутью. То, что является иллюзией отсутствие сути, иллюзией отсутствия боговости. И как только человек научится находиться в состоянии наблюдения, динамичного свидетельствования, научится доверять своему голосу, не бояться говорить правду вслух, он обнаружит, в чем же разница. В чем же разница между ментальностью, разница между ненастоящестью, то есть тот я, который персонажный, тот я, который соткан из образов, из идей, из концепции, из каких-то верований, из каких-то причуд и ожиданий. И разница с тем настоящим, неприходящим собой, который всегда был, который всегда есть и который всегда будет. Я, Отец мой, одно. Нет никаких двух. И никогда не было. И никогда быть не может. Человек и есть проявление абсолюта. Важно лишь обнаружить это сущность собой, данной конкретной реальности. Я часто говорю о том, что очень важно обнаружить настоящее себя, суть сознания бытия, суть себя одного, всегда целого, всегда совершенного, неприходящего себя, абсолютного себя. И это всегда надо начинать делать с того, чтобы обнаружить, а что же мешает обнаружению этой настоящести? Кто это тот внутри меня, который ненастоящий, который ментальный, который образный, который как будто как притянут за уши? И с чего же все-таки начать? Те, кто приходят в проект, они знают, что начинается все с интенсива по наблюдению. Наблюдение крайне важно. Оно позволяет человеку включить динамику и присутствие, и свидетельствование. Немного более подробно скажу. Вот давайте сравним наблюдатель и наблюдение. Что шире, что уже. Ну наверняка вы почувствуете, что наблюдатель не может быть шире, чем наблюдение. То есть наблюдение более расхлопнуто, более расширено, оно более сферично, оно более всеобъемлюще. Поэтому смотрите, что делает информационное поле и сам ментальный вирус. Когда вам говорят, наблюдайте, будьте наблюдателя. Незаметно для себя вы проваливаетесь в ту координату, в тот вектор, в тот алгоритм, когда вы схлопываетесь. Вы начинаете как бы воспроизводить свое представление о том, как быть наблюдателем. А это в корне неверно. Важно именно ощутить, хотя бы даже начать с того, что просто сравнивать наблюдатель наблюдать наблюдение. Можете сравнить, например, созерцание внимания или свидетельствование созерцания. В чем разница между этими словами? Что значит разница? Не в ментальном понимании, а именно в сущностном ощущении. То есть как ваше тело реагирует на ту или иную фразу, на то или иное слово или мысль. И это очень важно, потому что тело реагирует. Но человек не в наблюдении за этой реакцией. Он как бы вообще, ему не вдомек об этом. Итак, с чего еще можно начать? Помимо того, что просто понаблюдать, да, понаблюдать некорректное слово, я его применяю, конечно, в разговорной речи. Начать с того, что отследите, как вы чувствуете в моменте окружающую реальность? Включены ли вы в нее? То есть да, бывают моменты, вот как сейчас я стою, и я могу сказать, о, я ощущаю пространство вокруг себя. Стоит только позвонить телефону, кто-то подойдет, и человек, как правило, скопывается. Этого допускать нельзя. Вы должны продолжать сканировать эту внешнюю реальность, как если вы абсолютно присутствующий, вы абсолютно включенный, вы бдительный. Вот на вебинарах я часто приводила такой пример. Все помнят, есть такой старый фильм «Крокодил Ганди». Человек, который очень полагался на себя, да, он жилистый, он живучий, он прыгучий, он абсолютно ловкий, он знал, как сражаться с какими-то хищниками, да, как оказать первую помощь. То есть и при этом он очень юморной, он призматичный, он очень легкий в этой динамике жизни. Но самое важное, то он и есть сама жизнь. И в какой-то степени это и есть подсказка. Человек не должен, когда ползают змеи, плавают крокодилы, выходят на сушу, сидеть и медитировать в Ом, и говорить Ом, говорить Намасте, делать что-то еще. Нет, он должен быть присутствующим, потому что присутствие и есть жизнь. Когда человек закрывает глаза, когда человек опускает куда-то глаза, когда человек уходит куда-то в голову, а вы можете проследить? Проследите за своими глазами, это вторая подсказка. Когда, например, я обращаюсь к кому-то в данный конкретный момент, или даже сама взаимодействуя с собой по моменту, я всегда устремлена вперед, мои глаза вперед. Когда я говорю, ну да, вот следующим летом я, наверное, вот поеду туда. И посмотрите, что происходит с глазами. Они начинают сразу вскидываться вверх. Это говорит сразу, что человек в ментальной ипостаси. Человек отсутствует, человек находится тотально в мышлении. Да, есть другой формат, когда человек, например, говорит, ну да, когда-то вот помню, в детстве бабушка пекла пироги, мы там ездили на море. Смотрите, человек смотрит вниз и куда-то в сторону. Там находится координата прошлого. То есть понаблюдайте, опять, я использую только в разговорной речи, будьте наблюдением за тем, что происходит с вами, когда вы взаимодействуете с будущим, когда вы взаимодействуете с прошлым и, естественно, когда вы взаимодействуете с настоящим. Очень важно, чтобы вы ощущали динамику пространства вокруг. Это один шаг. Следующий шаг – это обязательно динамика внутри. И очень важно, чтобы вы не выключались. Ага, вот сейчас я смотрю на внешнее, и фиг с ним, что там творится внутри. Порне неверно. Точно так же неверно, если вы внутри, да, и выключились из всего внешнего. То есть, например, с кем-то разговариваете, и абсолютно сосредоточено. И вы наверняка могли это замечать за собой или за кем-то из вашего окружения, когда человек берет телефон и говорит, да, 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 я все слышу, да, я понимаю. И видно, что человек отсутствует. Этого нельзя допускать. Просветление, пробуждение всегда базируется только на присутствии, на включенности, на сгруппированности, на структурированности, то есть на самой жизни. Поэтому, когда информационное поле вас призывает медитировать, вас призывает заглянуть куда-то вовнутрь, закрыть глаза или что-то представить приятное и хорошее, оно вас намеренно выключает. И как только вы последуете этому призыву, и вы выключитесь, вы станете абсолютно обреченной жертвой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!